Хорошего три года ждать. Это и о бензине тоже. Полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5 снова откладывается. Министерство энергетики Украины предлагает продлить действия существующих стандартов. И всё ничего, если бы радовал качеством хотя бы тот бензин, который сегодня заливают водители. Какое топливо пьют стальные кони украинских дорог, узнавал Евгений Анаприенко. Не заливать всё, что продают на автозаправках. Это уже как притча во языцах для украинских водителей. Олег доверяет считанным ОЗС. И даже это не застраховало от подделки. Не раз машина после топливного обеда начинала дрожать. Покушать подделки можно не только за городом, утверждают общественники, которые следят за качеством топлива в стране. Киев, Харьков, Донецк. Там на половине заправок. Не бензин, а вредная смесь. Речь идёт про грубокие нарушения. Бензолы в разы, серы в разы, которые могут кардинальным образом повлиять на функциональные характеристики автомобиля. Март 2013-го. Президент поручает правительству в кратчайшие сроки определить, когда Украина окончательно перейдёт на стандарт Евро-4. Ответ профильного ведомства водителям придётся ждать. Установить конечный срок введения в оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива. Экологического класса Евро-3 до 31 декабря 2015-го года. Экологического класса Евро-4 до 2017-го года. Экологического класса Евро-5 срок не ограничен. Со стороны аналитиков резкая критика. Почему бензин лучше даже у соседей? Сегодня, чтобы догнать хотя бы белорусов, нужно по минимуму лет 7. Эксперты уверены, переход на более качественное горючее в Украине просто затягивают отечественные производители. Эти заводы нынешние владельцы приобрели по цене металлолома. Эти заводы уже им окупились 10 раз. Теперь для их модернизации нужно вытащить с таким трудом заработанное. Поэтому гораздо проще пролоббировать вопрос продления стандарта прошлого тысячелетия. Таможенники настаивают. Завозят в страну бензин чистым. На границе за импортом строгий контроль. А вот уже что внутри территории Украины бодяжится, это уже вопрос не к министерству доходов и сбору. Во что превращается чистое топливо в Украине, догадаться несложно. Что точно умеют делать в Украине, так это производить бензин словно из воздуха. И ярко этому подтверждение статистика прошлого года. Водители в нашей стране использовали на треть больше бензина, чем произвели заводы и завезли импортеры. За качеством в Украине просто никто не следит. Вот ответ. И от этого уже выгода всем. Вплоть до деда с канистрой у дороги. А водителям приходится и дальше коллекционировать секреты чистой заправки. Евгения Наприенко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.